Всем доброе утро! Ну что, мы сейчас едем, хотим съездить в одно место. Посмотрели, как выглядит оно. Выглядит вроде бы прикольно. Это родник или источник, и там стоят идолы. Вот, короче, сейчас поедем, посмотрим, что там, как там. Пишут, что там вроде как интересно. Главное нам сегодня успеть, потому что у Машки сегодня дополнительное занятие по гимнастике, их преподавательница будет готовить к соревнованиям, поэтому у нас сейчас будут дополнительные в другое время, то есть отдельно от группы. Там три девочки, трех девочек отобрали, вот, и будут их готовить к соревнованиям. Ой-ой-ой-ой-ой. Вам, наверное, про долину драконов не очень интересно. Спасибо, спасибо. Да при чем спасибо? Всегда на этаже играть. Там книжка! Спасибо. Почему он тебя автоматически запускает? Я не знаю, почему он у меня плей нажмет автоматически. Ради, знаю, почему. Смотрите, спасибо, начинает снять таких вот суток. Снег усиливается. А мы с тобой гулять поехали, да? Ага, как обычно. Все, ой. В теплую погоду дома сидим? Почему? Вчера гуляли точно. Что-то мы приехали куда-то. Как-то очень живописное место. Очень живописное место, да. Где-то под линией электропередач. Вырубка. Дачки какие-то, да. А, вырубка еще здесь. И где-то здесь тоже находится родник с идолами. Как ты там писал-то, какой-то чувак. Идеальное место для семейных посиделок и оккультных обрядов. Да. Никого нет. Потому что там нужно ходить, видимо, вниз. Ну, тропинка есть хотя бы. Пошли посмотрим. Надеюсь, что колеса нам не снимут здесь. Так кто их может снять? Кто угодно, Маша. Вот прям вообще кто угодно. У нас не гаечный ключ есть. Ой. В желании снять колеса, и не только гаечный ключ найдется, мышонок. Руки. Да. Оторвать и все, да? Место красивое летом, наверное. Вон ручеек течет. Тут, наверное, если все-таки вот там деревец молодые расключатся. Угу. Мох кругом. И красивое, и зловеще. Мусору, конечно, просто с ума сойти. Чего ты боишься? Вперед. У нас один поручень. Ну и что? Тебе сколько нужно? Два. Два? С одной стороны и с другой. Вот тут уже даже кто-то провалился. Пойдем. А конец какой-нибудь двумя. Ну. А это что? А это что? Это родник? Там колодец какой-то. Домики какие-то. Тут явно... А, пикниковая зона. Понятно. А, вот и идолы. Точно, смотрите. Жутковатенько. Это, похоже, он, да? Ну, видимо, да. 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 А как же это может быть он, если что? Да, как бы. Да. Осторожно, Дима. Это мужик с топором поработал возле колодца. Ну, на самом деле, да. Я-то прямо на гугл-карты на их листах. Ну, а чего? Почему бы и нет? Вот, видимо, родник, да? Их, похоже, два. Судя по всему. Быть добру, не миновать. Мы набирать, наверное, не будем, да? Ну, я думаю, что нет. Здесь значительно холоднее сейчас. Ой, пап, смотри. Пап, смотри. Что? Бутылки, видимо, для набора, да? Бутылки для набора, видимо. Да, скорее всего. А там что? Тоже? Слушайте, куда мы залезли вообще, а? Да, здесь тоже. Надо будет на Васильце все-таки обратно заехать. Да, давай заедем, посмотрим, что там. Там будет интересно. Не, не, ну, на самом деле, наверное, если что-то высохнет летом, ну, или, по крайней мере, весной, там, в мае после... Красиво будет. После того, как все Альфарты, то это будет красиво. Маш, посторож, где? Лед. Красиво будет. Держи ее, ладно? Я тут сам ель, ставь. У меня ботинки весенние. Лап, давай. В том, ты делаешь, что у тебя весенние тоже скользкие. А я что-то даже не заметила. Прошла здесь и... А вообще, да, скользко. Блин, вот пока ты не сказал, мне не было скользко. Да, водичку мы пробовать не будем. Что-то как-то ожидалось более... Мне кажется, что если мы вон туда пойдем, мы вот так-то обойдем в это место и выйдем. Ну, скорее всего, да. И здесь, вон, видишь, большая пикниковая зона. Слушайте, дорожка сделана. Куда вы ездите? Мы не можем попали бы. Дим, не заходили бы вы далеко, а? Что-то я переживаю. Блин, я трус. Я не трус, но я боюсь. Кормушка, видимо, для птичек, да? Остатки чего, былой роскоши? Лиды. Да, семечки. Вы гляньте, какие качели. Это качели или это таран? Вот это круто. Качели. Качели к нам. Да. Что я выдумываю-то? Качели. Что я выдумываю-то? Качели качели. Качели. Качели таран. Качаться будем? Что, боишься, оторвется? Сойди. Маша, отойди. Я буду. Папа таранить будет. Дим, осторожно, скользко. Давай, садись. Подержи ее только, а то скользко. Почему я? Вон, на кончик сядь и все, Маша. Садись, садись, вот сюда. Если что, прощайся. Молодец. Селось? Да. Держишься? Да, ну-ка, если мне раскладывайся, я. Да не, потихоньку. Прикольная штука. Обычная штука. Хорошо, так завязано все. А то тебя, Маша, качну, одни через два ты остановишься. Хорош, Дим. Маш, прикольно-то как. Мам, с тобой не с тобой. Не, с тобой нет. Не оборвай. Я лучше отдельно. Ну, хватит, снимай. Руки отпускай. Отпускай руки. Молодец. Вдвоем? Вдвоем? Давай, давай. Чего? Я боюсь, что он... Что? Оборвется? Мы упадем с... 40 сантиметров? С высоты собственных коленок? Да. Как раз-таки наоборот. Чок Дима. Ха-ха-ха. 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 Чего вам бояться? Давай, садись. Сейчас. И что, вас покачает? Я не успеваю. Вас покачает? Уи! Прикольная штука. Да ладно, ладно. Маша, отойди, Маша. Маша, отойди. А вот интересно, вон те бревна, которые вставали, это там под ними люди уже лежат или как? Вообще, честно говоря, на этих бревнах следы от бобра. Он страдал здесь, когда его раскачат. Слушай, прикольная штука. А вон там еще машина приехала какая-то. Тоже посмотреть. Приезжает машина, тут два дурака на дереве катаются. Они такие, о, что там какой-то обряд, походу. Кстати, парканулся тоже. Так он сейчас, чтобы колеса у нас снимать не было. Надеюсь, что они... Может, они за водой? Или, наверное, нашими колеса. Не, они за водой, они там багажник открывают. Или согласен нас. Что, останавливаемся? Блин, Дима! Что ж ты делаешь, а я? А что ты? Стой, а ты сиди. Не, не хочу. Сиди. Не хочу. Ну ты меня сейчас раскачивать будешь, а я уже все. Русизма! Нет, прикольно. Что? Красиво. Ну что, прикольно? И на качельку выкачались? Нет, прикольно. А? Садись, да. Седлай. За веревки держись просто. Упа! Готова? Только не сильно. Пам, тебя зубами поймает. Не надо! Да, народ за водой с бутылками идет. Дим, не надо сильно, Дим, хватит. Не надо сильно! Я отойду. Снежок. Какой сегодня апреля? 14 апреля. Снежок. Папа, отожди! Папа, отошел, отошел, не переживай. Прикольно, слушай. Мне нравится. За воду-то так колотят? Да, они вон с бутылками идут. Сейчас наберут и... Попробуем, попробуем. Там зона отдыха кипит. Ну что, а с Маньку-то надо, это... Да зона отдыха, все, вот. Мангал, столы и все. По силе не качнем, пока обойдем посмотрим. Нравится, Маш? За воду качаем. Нравится? Да, Папа, скачать... Скрипит. Что сейчас оборвется. Нет, нет, нормально. Ты легкая. Держись, держись, зайти. Ну, накачалась? Снимать? Да, да, так. Народ с бутылочками. Руки отпускай так же. Опа, готово. Пойдем дальше. Сейчас я еще хочу качаться. Подержи, пожалуйста. Тебе так же раскачать? Не, не, не. Я только хочу попой сесть. Опять. Давай, не попки. Слушай, о чем ты сидела? Я оседлала ее, как лошадь. Я хочу теперь вот так сесть нормально. А так ты как всадник наоборот, да? Ой. Мне надо руки. Я не верю, как держаться. Так ты сидела как на лошади, а так как Ванька дурачок на лошадке, наоборот, да? Давай я тебя толкну. Ну, нет, нормально, я сама себя толкнула. А сейчас ты как тараном. Да, какой тараном? Ты вообще на таран похож. Какой таран, мам? Самый настоящий. Раньше таким тараном ворота в крепостях. Ворота в крепостях. И теперь ты можешь ворота пролевать. Ой, а что такое? Прикольно. Живописненько. Крышечки. Как-то наоборот, все очень странно. Зато удобно. Попа между веревками. Плотненько так я. Крячевость. Слушайте, классное что-то? Много выглядит тут. О, а вот так еще удобнее. Много выглядит. Потому что мама на лошадь. Где-нибудь возле соседнего забора, чтобы если посильнее раскачался... Пробил другой забор. Классно. Например, в Элине забор пролевит. Понимаешь? Я вижу. Я вижу что? Да ладно. Ух ты. Не хватает. А, там он ветки держит ее. Так можно его в реку выронить. Кого там раскачать? Кого там раскачать? У-ху-ху! Так, погоди, папа! Давай-давай. Усаживайся. У-ху-ху! У-ху-ху! Мам! У-ох! Так, а теперь руками ты гляди к локам, я ж не берем, потому что это пролезть. Терпеть! Терпеть! Попа, да, между верёвками силы и всё. Не жизнь, а страх. Да ладно, чё ты. Нравится? Что-то тут такая непонятная, просто деревья все маленькие. Кладбище домашних животных. Вообще да, и могилка собаки там вон, крестик. Там фотка прям на кресте стоит. А почему такая маленькая порсель? Вырублена что ли? Да. Да, ну грязно, конечно. Жуть. Дим, может мы не пойдём дальше? Может мы не пойдём дальше, чё там? Чё ты тросишь? Ну как-то страшненько. Лес подмосковный. Что может случиться плохого в подмосковном лесу? Что угодно. Лесом многомиллионным городом. В подмосковном лесу в подмосковье нету. В подмосковье нету не глиди, мам. И какая-то просека. Чё это здесь, трактор что ли ездил? В подмосковье нету не глиди. Угу. Ага. Стойте. А вы там сидите. Трактор что ли или чё это такое? Ну что мам разве очень интересно. Ну понятно, а у нас скорее всего куда-нибудь к соседнему посёлку или. Наверное да. Так, пошли. Можно у тебя про это играет-то поместить на поле? Да ну, не надо. Мы не в тех ботинках. Зачем? Я надеюсь это не кровью? Кровью. Девственницей. Отлично всё, Маша. Дим, ты бы пропустил её в серединку. Давай. Ты бы за мамой следила. Я говорю, а ты не можешь последить? Я могу за тобой следить, а ты за мамой. Будем все друг за другом следить. Алкин. Чего? Не знаю, как ты красилась, ты снова блондинка. Серьёзно? Не так. Не, ну она сходит. Блонд просто так не перекрасишь. Не блондинка, конечно, но у тебя светлый волос. Ну светлый, но не белый, я так понимаю, да? Не белый. Ну вот. Не белый, но светлый. Самое главное, что я не белая. Я не знаю, как ты мамой, правда. Такой пепель. Пепельно-русый. Вот так это же и нужно было. Ну. Я этого и добивалась. Мама. Тоже знал ты, что тебе нужно было. Я думаю, в какой-то момент, что ты этого не знала. Ну да, я экспериментирую. Чего? Вот вижу отличие твоих волос. Начал покрасиваться с собой, что там был прям твой-твой. А теперь ты твой. Куда? По кругу. Там мужчина с собакой гуляет. А ты кого конкретно стесняешься? Я что-то же замерзаю. Пойдем, повяжемся. Дом будет. Идолы меня напрягают маленько. Ботанический сад. Если бы. У нас освещения столько нет в квартире для ботанического сада. И не надо делать этот массажер очень угли. А ты делай себе кактус возле компьютера. Вот он все там в кислороде дает этого достаточно. Кактус. А то у нас скоро обезьянки заведутся. Мне мало, я задыхаюсь. Мне мало кактус. Ты задыхаешься, потому что у тебя окно не открыто. Сегодня-то он не что утром сказала. Что? Что у тебя мозг примес к макушке. Конечно, ты окно-то открыл на всю ночь. Я чуть не продрогала до костей. О, тут тоже какая-то зона отдыха. Сплошные зоны отдыха у них тут. А внизу болото, что ли, от этого ручейка. О, еще один идол внизу. Кто-то здесь любит вырезать. Это скорее даже может быть какой-то прудик небольшой. С ключами. Живет тут какой-то резчик по дереву и все. Который любит этим заниматься. Вон пень внизу вырезал тоже. Дим, далеко, Дим. Блин. Ну раз нафиг, а вон нашли. Ну а там, как он в брундук живет. Ладно, народ нашли. Ой, не в брундук, а бобер какой-нибудь. Ну да, может быть. Слушай, сколько ей лет, Веркиния? Много. Кому? Что-то я нервничаю, пошли. Слышь по голосу. Я за колеса переживаю. Тут такой поток этих туристов. Тем не менее, мы тут всего ничего. Уже вон сколько бутылок набрали с водой. Целых два человека было. Я и говорю, здесь такой поток туристов входит. Майся, шевели помидорами. Я шевели. Шевели не разик. Да ну неуютное здесь место. Какое-то страшненькое. Мама. Это надо было так вот, несчет сумерков ночью, когда... Да ну тебя иди, идувайся стоять, да? Палочки потрескивают. Причем не всегда у тебя под ногами. Я буду пойду. я еще ельник не люблю вот был бы он лиственный было бы не так гнетущий тут ельник в основном в зимнем лесу если яркая луна ну да и вот прям зимний лес это да и волки воют на белом море зимой когда были поля сундам небо чисто чисто на полное далеко километров 15 на узел на узел выходишь вот полное ощущение того что это вышел на ярко освещённый стадион класс то что по бокам все елки белые озеро соответственно все снегу лед снег белая ярчайшая луна класс красиво а вон еще кстати под ноги смотри маша кто бы говорил кто шел в эту сторону другую точнее говорил о том что ей перил не хватает ты а кто я а где мы с тобой сейчас а можем по дороге принципе найти или ты хочешь в новосельство пожарить кого холодно нет можно купить конечно но мало еще там и в новосельство ты знаешь я думаю что все думаешь уже если нет то там семь лет назад 8 больше машине мы с тобой ездили своими родителями лет десять назад там уже тогда был ценник что-то типа 1000 за скамеечку сейчас я думаю там тысячи там три пять столик а я не помню тогда туда бесплатно пускали в смысле и без аренды какой-то или все равно пускали 200 рублей пом бы уезд а дальше я если ты там берешь там лавочку столик ну плюс плюс да тогда мы покупали стол и стулья раскладную да мы стол и стулья раскладные покупали с тобой когда активно ездили в походы у нас по 13 они в походы попрошу не выдать наши выезды в пьянку с походами походы немножко другой замерзла вот конечно будешь меня сейчас ругать и скажешь фу-фу-фу но если сейчас вот одеть шапку вот такой вот обычно это самая офигенная погода для чего для рыбалки вообще-то хочет свежий воздух тебя щеки морозом щипит у тебя прям запах леса чем идешь блин этой рубашкой хлопковый прилипаешь капелька пота у тебя так стекает ну это ж противно летом летом хорошо тепло да на даче песочек с пылью скрипит на даче они в городе я в десятом году работала и работая в городе ну ну десятый год самая жара было было клёво на вкус и цвет все фломастеры разные поехали заедем в новосельцево так мы есть едем или носить мы заедем в новосельцево а на обратном пути поедем и куда-нибудь заедем поесть так и набирать надо подожди я не там нужен поворот я его прораскочу мимо я для этого тебе заправку показывал спасибо я видела ее ека но где она конкретно где-то там новосельцево он прям вдоль канала должен быть этим мы можем не уезжать в данной территории потому что если направо налево не в него не поворачивать там такая площадка есть подъем на холм и там канал мы можем вот там просто уйти так это где это мы с тобой сюда получается поворачиваем подъезжаем как манек опасный и вот вот она дорога сюда и все а там чуть дальше был вес вот мы до нее доедем там выйдем на канал посмотрим я хочу по ностальгировать я рыбы не держал с ноября месяца и знаешь что смотри какой разворот там нет поворота налево видишь как через это это вот и возвращаться назад то есть нам нужно было по дороге сюда но я понял ну я же я же тебя как навигатор гриона нужно было вот там поворачивать поедем или нет поехали чем время еще вагон сколько кстати 1615 поехали все кушать поехали я скажу куда а где марк уже в клян за их причину все почему к авто по дороге посмотрим вот есть после грибков давай встанем к ним также разложимся сзади и будет вот поехали конечно зачем ты переоденешься на гимнастику и поедем на гимнастику и конечно в новосельство мы еще поедем да поедем хотим выбрать здесь рыбку какую-нибудь свеженькую здесь очень неплохие сибасы вон сибас турция-турция-турция-турция но он не знаю как какой-то он просто вкусный и жабры я смотрю у них яркие жабры яркие взгляд ясный взгляд ясный заигрывать негодяй сейчас получит по щам это великовато мне кажется нужно операционные брать вот они помельче машинка на них смотрят и вон даже наверху еще помельче но вот таких надо смотреть не досмотрелся вот вот маленький вот маленький вот маленькие собаки так сам набираешь что-то ходит и на и набирает сейчас твоему посмотрим что еще бележку да ну да ну сибасы вкусные сделать соус вы вкусные честно это очень странно будет замечательно от рыбака да это ковырение в костях он не костистый все равно просто мы даже когда будем мы же как на филешку отрезаем и все и и кушаешь прям филе конечно может быть там руку всех вывозит нету никого просто и все а Ленивини ну да а это Ленивини да и по kayg рыбы пахнут агваренно так все теперь едем домой надо успеть будет замариновать нас делаете суток судачка . на речке на линчика в речке пойдем нашу надо съездить за судачком за на линчиком мне очень нравится что мы родители что друзья на работе мы уже дома и сейчас будем готовить соусы я буду соус делать дима подготавливает рыбу для запекания красота какая а мы в противне будем делать или ты противень просто для того чтобы тереть нет мы делать будем на решетке все рыбку замариновали соус приготовили соус очень вкусный такой в черногории делают к рыбе это прям вкусно-вкусно из чеснок орегано масло и лимонный сок по моему нет ну попробуем на вкус не помню так все нам надо собираться поехали мошку отвозить до надо будет покупать такие узбекские красиво выглядит главное чтобы теперь вкусно получилось когда жарить будем надо будет под решеткой поставить что-нибудь емкость какой-нибудь и мы уже убегаем подготовили готовка без предмета сегодня доброчек из мяча без стакалки без всего приехали на танцы они танцы на гимнастику а здесь такая машина стоит я не знаю вообще как долго она стоит например на понятно да учитывая что у нее последние последний все это техосмотр или что это седьмого года причем там коробка и она чистая то есть такое ощущение что приходит и открывают туда складывают да она как склад похоже стоит она уже даже вросла в землю ну ты встань а потом убери тогда знаете надо больше наклониться в другую сторону попробую нет не сильно чуть-чуть ну что что где-то центр тяжести не там в попе хорошо ты хоть ногу не забывай отпускать а то так и шлепнешься в шпагат потерпи уже в раздевалке танцевать ты сейчас здесь все силы выбежь на занятия не останется тебе-то занять еще двадцать минут скакать что ты видимо был знак протеста это мое секретное слово папа знаешь как оно вообще вообще знаешь перевод этого вот вот этого вот слова ну и что оно означает не сиди в телефоне постоянно почему ты мне это это говоришь в шуме отвезли пока там заниматься будут где-то час здесь у них заниматься лимон и где люди к этим не доехали магазин можно лимончики будет лимон и покончались все на рыбу вылили и и и то есть Похоже, в следующем отделении. Кто, кстати, регулярно интересуется оливковым маслом, которое мы берем, вот в карусели есть. Стоит оно 594 рубля. Вот такие вот такие вот большие и маленькие есть. Ты прям в одежде будешь, что ли? А чего? Ну, попробуй только аккуратненько, ладно? Мама! Что? Что, аккуратно? Что, аккуратно? У тебя для ног сзади места нет. Зачем меня страховать? Только аккуратно, Мася, я тебя умоляю, ладно? Умоляю, умоляю. Сама сделаю. Аккуратно в шею. Мама! Ну все, все, ладно. О, божечки. Кошмар. Ну, слишком мягко. Да, слишком мягко, да-да-да. Нормально, умница. Переодевайся и иди. Две вещи я хотела показать. Давай вторую. Какая вторая? Шпагат. Штаны порвешь. Мамка, вот эти штаны ты точно порвешь. О, мамочки. Так, погоди, это милей шпагат. Да я понимаю. Понимаешь? Аккуратно, смотри, не растянено. Мама, хватит за меня волноваться, а? Сколько можно? Я не детский сад. Ну, почти села. Почти села, да. Молодец. Умница. Давай, еще за три занятия и сможешь сходить. Молодец. Все, переодевайся. Я тебя умоляю. Ты станешь травмировать родителей. Хочешь так научиться? Не очень. Научу. Мне сначала к тебе нужно привыкнуть. Маш, переодевайся. Сейчас еще сделаю вес. Иди оттуда. Сейчас еще сделаю вес и будешь умолить меня переодеваться. Так, рыбка уже у нас в духовке. Димка ее положил. Сейчас она там поджарится. Мы ее потом хотим еще на гриле немножечко подровнять, чтобы она была порумянее. В салон все наложила. Молодец. Все, рыбка приготовилась. Такая румяная, такая красивая. Уже попробовать хочешь? Может быть не соленая, может быть не заготовленая. Сейчас попробуешь. Да нет, я думаю, что все нормально. Сейчас все попробуешь, не переживай. И салат. Так, Машка у нас целую рыбу не съест. Мы тоже. Поэтому жаль, только две. Сейчас будем делиться с ней. Так, отковыряешь ей? Поделитесь рыбкой. Машка у нас целая рыбка. У нас целая рыбка. Субтитры делитесь. Наверное, у нас целая рыбка. Ну, что все нормально. Машка у нас целая рыбка.